Всем привет! С вами Олег и Валя. Друзья, напоминаем, мы сейчас находимся в Египте, славный город Хургада, многим так полюбившийся. Отдыхаем мы в отеле Штегенбергер Аквамэджик, это 5 звезд. Ребята, отель нам заходит. Настолько заходит, что мы с отеля почти не выходим. А тем более за те деньги, за которые мы сюда прилетели, мы сами не понимаем, как мы урвали такую цену на отель. Напомню, мы заплатили с тестами визами 1000 долларов на двоих, с вылетом из Киева на 7 ночей. Сейчас отель стоит 1500. Ребята, этот отель мы можем смело рекомендовать, ищите на него нормальный ценник, вы не пожалеете. Но в первую очередь отель, конечно, для любителей, наверное, бассейнов, аквапарков. Мы на море были раза 3 всего купались, по одной простой причине, друзья, потому что там в это время постоянно дует сильный ветер. Просто ветер шквальный дует, не холодно, но просто постоянно дует ветер. Из-за этого там нужно прятаться, ну плюс еще, вернее, один минус, там не хватает лежаков реально. И мне даже продуло глаз. Да, из-за этого мы стараемся отдыхать больше в бассейнах, но, естественно, про море мы тоже не забываем. Ну что, проведете еще одно видео вместе с нами? Погнали! Погнали! Ну а с вас подписочка и лайкосик! Мы поднялись на третий этаж нашего отеля в основном корпусе, потому что здесь находится аптека и доктор отельный. Мы хотели уточнить цены, что можно купить, дороже ли здесь в отеле цены, чем обычные аптеки. Мы узнали все для себя необходимое, цены немножечко больше. Допустим, паста 2 доллара, шампунька 2. Ну и везде она стоит по одному. Тем не менее, аптека есть. Ну, друзья, если вы не хотите париться, не хотите выезжать, допустим, в Сензамол, стоит примерно 3 доллара отсюда в одну сторону, 3 доллара в другую. Это уже 6 долларов. И если вам надо немного медикаментов, то, наверное, будет удобно скупиться здесь. Я знаю, что есть люди, которые не любят выходить вообще за территорию, боятся, они хотят или еще что-то. Вам тоже сюда, аптека, здесь довольно много всего. Если здесь чего-то нету, можно заказать. Хозяин аптеки говорит, после обеда он привезет, то есть без проблем. И работает она до 12 ночи. Да. Ну а мы идем купе-купе. Итак, друзья, то, что мы вам и говорили, на море все забито, все лежаки забиты. Здесь мы нашли, вот просто пришли сейчас уже полодиннадцатого и без проблем, без всяких проблем мы находим лежак. Сразу подошел бичбой, пожалуйста, вам открывает зонтик. Здесь ходят и официанты, если вы хотите какие-то напитки, там не обязательно спиртное, не спиртное. Кстати, а ветер все равно присутствует, Ваня. Вот. Так что сейчас будем, как говорится, загорать, сейчас будем чилить. Так, меняем диспозицию, переходим с одного басика. Они, в принципе, почти что похожи в другой басик. Ну не это. Да, ребята, это не басик, это... Мы думали, это фонтан, но нет, это такая водная, я не знаю, там композиция что ли. Этот басик практически такой же, как и тот. Это тоже считается один из центральных. Хотя, наверное, здесь все какие-то центральные, да, бассейны. Но, судя по входу, это один из самых-самых центральных, да. Посмотрите, ребята, какая красотень. Бирюзовая водичка, блин, ступеньки мраморные. Просто огонь. Да, идемте... Температура на улице. Плюс 30,5. И померяем водичку. Ну что, Валечка, докладывай обстановку с температур... С температурой. Ну, на улице мы вам только что показали. Плюс 30, 31. Ветерок. Сдувает жар, поэтому... Ну, шикарно себя чувствуешь. Ну, в бассейн заходить почему-то прохладно. Хотя температура воды 26 градусов. Блин, ну, ребята, 26 градусов это просто за глаза. Ну, действительно, такое ощущение, что заходишь в температуру, ну, градусов 20, да? Да, вы скажете тепло, но вам все не нравится, вода холодная, воздух горячий. Мы просто рассказываем свои ощущения. Кто любит совсем теплое море или воду, то вы здесь померзнете. А кто любит охладиться, то, конечно, вам такая водичка понравится. Я уже привыкла. И можно тусить в бассейне, в принципе, еще долго. Но вот выходить, наверное, будет прохладно из-за ветерка. Кстати, температура воды, мы в других видео показывали, в принципе, такая же, да? Да, да, во всех бассейнах, я так понимаю, они не подогреваются. Подогревается бассейн там, где в горке взрослый аквапарт. Я про море спросил у Вали. А я вам рассказываю про бассейны. Но в море вода точно не подогревается. А температура такая же. Да, я просто про то, что мы мерили не один раз температуру в море. Она тоже в районе 26 градусов, да? Так что вам, если вы сильно очень любите теплую воду, ребята, рассчитывайте вот в данный момент температуру воды в бассейнах и в море примерно 26-27 мы видели. Но больше нет и меньше. Меньше было, по-моему, 25 где-то, да, в каком-то бассейне? Да, было 25. Эх, в общем, надо двигаться в бассейне, плавать, плавать. Ирис, давай погнали. Итак, ребята, сейчас мы хотим с вами немножко порассуждать на такие вопросы, которые нам довольно часто задают. Стоит ли ехать, допустим, в Египет летом? Как здесь летом? Как здесь осень? Напомню, что официальный сезон в Египте нам сказали именно гиды, что открывается с 1 октября. То есть здесь температура не такая днем жаркая и в принципе все, да? И, наверное, начался сезон ветров, да? Наверное, сезон ветров все-таки зимой будет начинаться, хотя вот здесь все время дует ветер. Ребята, дело не в этом. Мы здесь были в прошлом году в Кургаде летом. И сейчас мы приехали сюда осенью. Валя, как тебе, когда понравилось больше? Летом мы были, напомню, в Белла Висте в прошлом году или осенью отдыхать? Ну, все боятся ездить в Египет в Кургаду летом, думая, что там жарище невероятное. Хочу сказать по нашим ощущениям, что нам в августе в Кургаде понравилось больше. Да, ветерок тоже присутствовал, но как-то все-таки было немножечко... Я не скажу, что сейчас здесь холодно, нет. Ну, как-то было комфортнее. И вода была теплее, мне кажется, и в море, и в бассейнах. Это однозначно, что вода теплее и в море, и в бассейнах была. Могу сказать, добавить от себя, что летом как-то ветра меньше, но все равно меньше. Он есть, но не такой вот постоянный, да? Вот он летом, он как-то, знаете, вас обдувает, и вам не так жарко. Или у нас был отельчик маленький, компактный, и туда меньше задувало. Ну, может быть. Напомню, это Белависта еще раз, которая находится на Шератоне. Недалеко от Кургада Марина. А сейчас у нас огромнейшая территория Штагенбергера Акваблю. Кстати, за прикол, что в Белависте мы в основном сидели только в море, и в море в основном только и купались. Оно было там реально кайфовое, теплое. Даже можно сказать, оно было прохладнее, ребята, чем бассейн в Белависте, вспомни. Потому что в Белависте бассейн, ну, он как-то сам по себе сильно нагревался. Хотя глубокий был, там, по-моему, метр семьдесят. Здесь же мы на море не часто ходим, как мы уже говорили, потому что там большой ветер дует. И оно все занято. Да, там все лежаки заняты, два. И, в принципе, ну, вода там немножко мутная. Наверное, за счет того же ветра, песок и, наверное, большого количества людей, которые барахтаются. Немножко непривычно в Египте видеть не сильно прозрачную воду, да? Не сильно прозрачное красное море, ты хотел сказать. Да, 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 да. А вообще, ребята, хочу вам порекомендовать, отдыхайте и летом, и осенью. И зимой. И зимой, да, в Египте. Особенно зимой в Египте. Это класс. Когда у вас на родине минус 15, минус 5, да и вообще даже плюс 5. А здесь плюс 25, 30. Это просто супер. Но зимой это как подфартит, бывает и меньше температура. Здесь или у нас? Нет, здесь. А, ну да, наверное. Кто был зимой, январе, феврале? Расскажите, ну какая здесь погода? Купаетесь? Именно в Хургаде, потому что мы зимой ездим только в Шарм-э-Шейх, в закрытую бухту на Амабэй. Купаетесь вы без проблем в бассейнах, на море, загораете? Или вечером нужно курточку одевать? Просто напишите, очень интересно. Таня, ну курточку по-любому. Ну. Курточку по-любому. Ладно, а мы продолжаем купаться и наслаждаться отелем Штайгенбергер Аквамэджик. Уууууууууууууууууу. Хааахаа. Сашутим мы. Всем привет. Всем привет, кургары. валя валечка что ты скажешь нам греешься водички охлаждаюсь да ребята мы тоже не понимаем как-то людей очень мало купаются много загорают но мало купается в бассейне хотя температуру воды вы видели он покажи еще раз 26 27 26 27 градусов этого наверное все таки как по мне за глаза достаточно для того чтобы купаться в бассейне ну как там говорится кому эти люди загорают но купаются мало кстати на этом бассейне людей сегодня мало не есть люди есть 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 мы продолжаем отдыхать кургане купаться и сейчас пойдем в бар за коктейльчиками его с собой возьмем загораем а я решилась пройти в бар да здесь ходят официанты в бар ходить не обязательно но шевелить табатошами тоже надо а не только валяться на шезлонги и купаться заодно покажу вам местные красоты до баров на совсем недалеко и я только что посчитала в отеле как минимум шесть баров шесть вот уже бежит официант несет очередные прохладительные напитки все в масках чистенькие аккуратненькие также можно и водичку попросили бутылки здесь уже люди в тенечке загорают потому что время приближается к обеду а я поднимаюсь вот по такому мостику а под ним ленивая река она проходит через половину отеля она зациклена но там есть вход и берете себе как он называется господи таблетка круг спасательный или вообще круг и просто чилите здесь небольшое течение и вы проплываете через большую часть отеля сейчас никого нет но возможно мы кого-то и встретим все подстрижено аккуратненько мусорники а вон я уже вижу кто-то чилит в ленивой реке крутая честно говоря задумка глубина метр десять можно пешочком идти в кругу а можно просто идти можно плыть вот я уже пришла в бар столики на улице также имеются но без зонтика вы имеете в виду и вот уже плывут люди вот так вот раз отдыхаете загораете и прохлаждаетесь а я пойду за напитками местное спиртное пиво вино соки вода в общем все что хотите и в том числе с 12 до 5 мороженого в любом баре в рожке hello to gin tonic please в рожке да чуть-чуть льда или в стаканчиках и очень вкусно также в барах кофе-машина и можно ягодный смузи такой знаете лед крошка льда охлаждает на ура мы несем коктейльчики к нашим шезлонгам заскочили еще раз в бар взять вот такие прохладительные смузи и мороженое кратно скользко мороженое находится они на барной стойке если вы пришли нет мороженого не переживайте ищите холодильник здесь он прямо за и здесь рожки шоколады сколько вы захотите сколько вы съедите да ну не рекомендую сразу много мороженое дают как валя уже говорила с 12 часов до 5 дня до 1700 в не ограниченном количестве хоть хоть кушайте его на здоровье ну что а мы идем дальше итак друзья мы будем заканчивать наш лоб на берегу прямо на берегу нашей ленивой реки который находится в отеле штейгенбергер aqua magic друзья мы показали вам отдых типичный отдых как отдыхают пакетные туристы в этом отеле сразу скажу здесь все по-немецки размеренно спокойно никто никуда не спешит все занимаются своими делами все неспешно ходят солидно мало того мы не видели здесь особо пьяных людей мы не видели здесь никаких конфликтов никогда не с допустим с представителями отеля не туристы между собой все здесь идет размеренно и спокойно если вы любите такой отдых друзья вам в этот отель велкам штейгенбергер aqua magic я даже возле бассейна хотела переставить подвинуть шезлон набежала сразу куча персонала но но мадам сами передвинули мне шезлон постелили полотенце в общем все на высшем уровне в отеле так что можем отель рекомендовать друзья если есть у кого какие-то вопросы по этому отелю вы пишите не стесняйтесь мы все что знаем вам ответим без всяких проблем и замедлений можете написать наш инстаграм кстати кто еще не подписан подписывайтесь там вы будете знать всю информацию о нас впервые всех также не забывайте у нас есть группа в вайбер это чат для туристов там масса там несколько тысяч туристов такие же как мы некоторые гораздо опытнее некоторые начинающие делятся своими впечатлениями мнениями спрашивают об отелях заходите будем рады и с вами на позитиве были олег и всем пока а